Сквер на пересечении улиц Дзержинского и Кубышева собрал большое количество людей, объединенных одной трагедией, одной памятью. Они пришли сюда, чтобы почтить память узников Брестского гетто. 82 года назад немецко-фашистскими захватчиками было ликвидировано почти 30-тысячное еврейское население города. Живых остались единицы. В память о погибших невинных жертвах нацизма в годы Великой Отечественной войны состоялось богослужение в память обузника, ставшее символом уважения и скорби. 15 октября 1942 года гитлерские оккупанты окончательно решили еврейский вопрос. Узники Брестского гетто были расстреляны. Это трагическое событие навсегда останется в памяти многих. Мы в первую очередь должны быть нацелены на созидание, на сохранение и преумножение всего того, чего мы имеем. А самое основное и главное для нас – это беречь то, что имеем. А вокруг нас – это не только земля, это родные и близкие, ради которых мы живем, это дети, которым мы должны передать наше наследство. И при этом всегда помнить и хранить вот эту человечность, мудрость наших потомков для того, чтобы просто жить, жить ради чего-то, а не ради уколов, гибели и войны. В планах у оккупантов было не только уничтожить еврейский народ, но и стереть память о нем. Но, как известно, их планам не суждено было воплотиться, потому как все, что начинается с насилия, заканчивается позором. Это один из, не единственная, но одна из причин того, что об этих событиях будут помнить. И знаете, как говорят на еврейке, для кулиши и шем, у каждого человека есть имя, пока сохраняются имена, сохраняется память. И поскольку, собственно говоря, те, кто Холокост устроил, хотели не только уничтожить еврейский народ, но и стереть память о нем, то сохранение памяти и об этих событиях, об убитых, это лучший ответ тем, кто Холокост организовал. Известно, что фашисты хотели сделать белорусскую землю Юденфрай. Это земля, освобожденная, скажем так, от евреев. И еврейские так называемые вопросы решали радикально, убивая всех евреев. И вот спустя столько лет, вот 82 года прошло после трагедии еврейского гетто, мы видим, что фашистам это не удалось, что еврейская община жива, еврейская община живет, что мы заботимся о наших стариках, что мы рожаем и растим наших детей, что мы помним наши традиции, помним нашу трагедию, празднуем вместе праздники, строим синагоги, отстраиваем, восстанавливаем кладбище. Еврейская община живет полной жизнью. При содействии неравнодушных граждан, представителей бизнеса и местных властей сквер приобрел новое звучание. Специалисты продумали каждую деталь, чтобы мемориальная зона была и местом отдыха. Ранее здесь находился знак в память о 34 тысячах евреев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Теперь рядом с ним установили еще один мемориал – миноры. В основе этой скульптурной композиции это классическая золотая минора, но вместо свечей у нас здесь образы оплавленных фигур. Это как воспоминания о тех жертвах, которые погибли на Брестской земле. И минора оплетена ветвью оливкового дерева. К большому сожалению, конечно, вот эти маленькие уютные улицы Бреста 80 лет назад стали свидетелем тех страшных, ужасных вещей, которые здесь произошли. Огромное спасибо компании «Санта» под руководством Машинского Александра Михайловича. Очень большое спасибо городсполкому, который также проявил инициативу по реконструкции сквера и созданию этого памятного знака. Это большое дело, это, наверное, долг всех нас – сохранять память и оставлять ее для наших следующих поколений. Теперь на территории обновленного сквера рядом с мемориальными памятниками у жителей Бреста и гостей города будет возможность остановиться, подумать о ценности человеческой жизни и бессмысленности ненависти. Ирина Левчук, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста. 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 Продолжение следует...